МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Каждый пишущий человек время от времени оказывается перед проблемой. Как издать книгу? Кажется, что на этот опрос есть очень простой ответ. Но так ли это? Легко ли на самом деле издать книгу? Давайте поговорим сегодня о том, как работают наши издательства. Приглашаю в студию первых гостей. В студии золотой середины представитель издательства Айгерим Раимбекова и писатель Борис Тодичев. Давайте поставим вопрос ребром. Какие книги казахстанских авторов покупают в книжных магазинах? Смотрим сюжет. Я, честно, даже не знаю казахстанских современных авторов. Ой, у меня с памяти плохо стало. Честно, не знаю. Ай, извините. К сожалению, нет. Не покупаю и не читаю. Пока. Спасибо. Но у меня в будущем планах, конечно, есть. Вот такая складывается безрадостная картина. Книги наших авторов не то, что не покупают, но даже и самих авторов читатели не знают. Связано ли это с тем, как работают наши издательства? Обратимся к профессионалам. Айгерим, а как наши издательства формируют свой издательский план? Кто к кому ищет дорогу? Автор ищет путь к издательству или издательство ищет авторов? На самом деле это всегда дорога в обе стороны. То есть мы работаем и так, и так. У нас есть достаточно успешные примеры того, когда идея рождалась внутри издательства. И мы под конкретную идею уже находили подходящего нам автора. И также есть у нас примеры, когда нам присылали готовую рукопись. И мы думали, что да, мы можем ее издать. Сейчас несколько проектов идет в разработке. То есть и так, и так, да? Да. То есть можно вклиниться в план издательства? Издательский бизнес – это вроде бы бизнес, но в то же время это работа с творчеством всегда. Поэтому для творчества всегда есть место в свободе. В том числе мы можем и немножко подвинуть расписание. То есть наше издательство – это организации гибкие? Конечно. Спасибо. Борис, скажите, пожалуйста, почему наших казахстанских авторов практически никто не знает? Ну, наверное, прежде всего, если говорить о глобальном таком ключе, то потому что вообще интерес к чтению крайне низок у большинства потенциальных читателей. А во-вторых, потому что наши казахстанские авторы, ну, это моя субъективная точка зрения, провинциальны, неинтересны, никому даже у себя на родине, не говоря уже за ее пределами, а большой книжный бизнес, наверное, можно делать только на больших тиражах, как я предполагаю. Ну, бухгалтерию издательского дела я не посягаю, ее специалисты издали. Спасибо. Есть такое понятие классическое – издательский цикл. Скажите, пожалуйста, наше издательство придерживается этого цикла? В частности, помогают ли они в раскрутке авторам, которых издают? Ну, в частности, наше издательство – это издательство полного цикла. Если мы издаем какую-то книгу, и если мы ставим на нее свой логотип, то, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы этот продукт знали на рынке, чтобы его покупали, чтобы был интерес к этому. Конечно, мы принимаем всякие разные… А как вы продвигаете? При помощи каких инструментов продвигаете новую книгу? Вот вышла новая книга, нужно ее продвинуть. Как? Вы вкладываете деньги или вы пользуетесь бесплатным интернетом? Ну, вы так сказали про бесплатный интернет достаточно высокомерно. На самом деле, интернет – это очень классный способ продвижения книг. И я знаю примеры, когда книги продвигались именно через интернет, и больше никак. В принципе, это бывает достаточно. То есть вы пользуетесь только… Несмотря на то, что я так высокомерно отозвался о бесплатном интернете, вы пользуетесь только им, да? Я, например, не видел ни одного билборда, ни одной растяжки в городе ни разу, который рекламировал бы книгу современного казахстанского автора. Ну, на самом деле, мы работаем с детскими книгами. Поэтому рынок детских книг, он немножко всё-таки отличается от рынка художественной литературы для взрослых. И, соответственно, инструменты продвижения, которые используются на этих рынках, они тоже немножко разные. А я вообще не понимаю, а в чём спор? То есть понятно, что будущее литературы и её распространение – интернет. И это, в общем-то, единственное пока такое в обозримое будущее его. Потом наверняка появятся более навороченные электронные штуки. Но пока интернет – это однозначно будущее, книга распространения. Но это пока не спор у нас, это я задаю вопросы просто. Мне интересно, как раскручиваются книги. Кстати, Борис, скажите, а как вы считаете, издательство обязано раскручивать книгу, которую издают? Ну, вообще-то, если не существует издательство, и они не будут раскручивать книгу, которую издают, то, ну, значит, они просто получили деньги от автора и по каким-то своим каналам. Их эти деньги удовлетворяют по их понятиям. Если же человек хочет заработать, и издательство содержит для того, чтобы зарабатывать, то, естественно, он обязан её раскручивать. Как же иначе? Спасибо. Сегодня в студии у нас в гостях дизайнер и независимый издатель Тиль Улин. И у меня вопрос к вам, Тиль. Что значит быть независимым издателем? И может ли один человек заменить целое издательство? Да, может. Если он способен либо сделать всё по пунктам, что нужно сделать для того, чтобы издать книгу, либо найти ещё несколько человек для того, чтобы сделать те части, которые он сам не может сделать. То есть один человек вполне способен справиться с этим, да? Тогда зачем нужно содержать целый штат, я не понимаю, издательство? Если можно в одиночку издавать книги? Независимый издатель – это не человек, который издаёт сотни наименований в год. Это может быть одна, две, три, там, несколько книг в год. И если этого достаточно, то один человек справляется. Если нужны сотни или тысячи, или даже десятки, то нужен штат. Тогда вопрос к аудитории у меня. Дорогие друзья, знаете ли вы современных казахстанских писателей? Покупаете ли вы или хотя бы читаете в интернете их книги? Да, я читаю современных казахстанских авторов. А именно мне импонирует очень Дана Орманбаева. На данный момент она издала уже две книги, и третья книга готовится к изданию. И я считаю, что на эти книги не жалко потратить деньги и своё время. Спасибо. Наверное, существует такое стереотипное мнение, что наши писатели не умеют писать. Лично я не могу ничего сказать, так как не читал ещё, но в планах есть. У меня задела ваша фраза, что наши казахстанские писатели не умеют писать. Я обиделась, да. Дело не в том, что мы не умеем писать, а дело в том, что элементарные издательские дома или издательства, они не умеют использовать инструменты, пиар-инструменты. Они не заинтересованы в том, что потечественные писатели, казахстанские талантливые писатели, именно стояли на полках, и об этом все знали. Например, у нас масса, масса замечательных писателей, масса. Но стоят они на книжных полках внизу и почему-то с краю, понимаете? Вот это недопустимо, совершенно недопустимо. Совершенно. Спасибо. Продолжаем разговор. Вернемся к главному вопросу. Как издать книгу? А обычный человек на этот вопрос отвечает, не задумываясь. Это очень легко. Заплати деньги и издавайся. Это и в самом деле легко. И что ожидает наших авторов, решивших выпустить книгу? Поговорим об этом с нашими следующими гостями. Встречайте. В студии «Золотой середины» представитель издательства, главный редактор Сужикова Альмира и ведущая видеоблога «Читать модно» Алия Кадырова. Прежде чем продолжить разговор об издании книг, давайте спросим у читателей, а какие книги, по их мнению, надо издавать сегодня? Внимание на экран. Сегодня надо более-менее такие культурные книги издавать. Более культурные. Ну, я конкретные не могу назвать, но побольше культуры и побольше традиций, чтобы были. Ну, я люблю какие-нибудь про сказки. В общем, про принцесс. Вот по типу, наверное, вот этих старых книг, потому что в них говорится правда, которая применима для любого времени, которая применима для 19 века, которая применима для 21 века. Мне кажется, надо больше издавать современного. Потому что классика ее достаточно вполне, а современных мы практически не знаем и, в общем-то, поэтому не покупаем. Больше искусства и фантастики. Исторически, мне кажется, чтобы мы познали свою историю еще лучше. Ну, вообще книг не читаю. Наверное, о спорте для меня. Ну, наверное, такое что-нибудь. Что-нибудь интересное. Наверное, не знаю, что для народа интересно. Почему мы задавали прохожим этот вопрос? Дело в том, что политика издательств должна опираться на изучение читательского спроса. Какие жанры и направления литературы вызывают сегодня повышенный интерес? От ответа на этот вопрос зависит и то, какие именно книги будут изданы. Альмира, у меня вопрос к вам. Стыдует ли изучать читательский спрос издательством? Занимаются ли они этим? Обязательно надо изучить покупательский спрос. Каждый день продавцы изучают спрос. Например, какие книги больше спрашивают покупатели. Есть журнал, который мы ведем. Тоже записывают, какие бы книги они хотели бы у нас купить. У нас часто мы директоров магазинов собираем, они со своим предложением всегда выходят на издательство. И мы всегда учитываем спрос покупателей через нашу книготорговую сеть. Но у каждого издательства есть еще свое же направление. Это и от финансового состояния предприятий зависит. Наше издательство, например, основное направление, мы издаем учебники школьные и по дошкольному обучению. Издаем еще казахстанских авторов из серии «Школьная библиотека». Пользуется спросом у нас научно-познавательная литература. К сожалению, у нас ученые наши не работают над этим. У нас очень редко кто пишет на научную познавательную тему книги. Поэтому мы страдаем. Но нам помогает, что мы ежегодно посещаем международные ярмарки. Например, в крупной мире 80 ярмарок в году проходят. Ну, самые крупные ярмарки – это в Франкфурте проходит, Московская международная книжная ярмарка. Мы всегда посещаем эти ярмарки. И там мы совместно с крупными мировыми издательствами работаем, покупаем у них права и издаем, переводим их на наш казахский. Если языконоситель «Россия» не купил на какую-то книгу права, которую мы хотели бы издать, то нам они и продают и права, чтобы издали мы на русском языке. Алия, скажите, пожалуйста, с какими трудностями встречается сегодня человек, который решил издать свою книгу в первую очередь? Человек, на самом деле, встречается с не таким уж большим количеством трудностей, которые кажутся, что они есть. Потому что единственная загвоздка, мне кажется, для того, кто хочет издать свою книгу – это написать реально интересную книгу. Все инструменты, которые нужны для того, чтобы книгу продвинуть, для того, чтобы книгу напечатать, в современном мире абсолютно доступны и дешевы для того, кто хочет издать свою книгу или даже для какого-то коллектива людей. Единственная проблема – написать ее. И пока что в Казахстане, судя по тому, что наш рынок не такой активный, такого человека не появилось. Но, может быть, появится интересный сюжет тоже. Понятно. Альмир, расскажите, а каким образом происходит отбор? Отбор литературы? Да, отбор литературы. В каждом издательстве должен быть редакционный совет. Несколько стадий проходит книга, прежде чем его издавать. Редакционный совет рассматривает. Ни в коем случае там не должно быть сырого материала. После редакционного совета, если проходит этот труд, то попадает издательский процесс. Издательский процесс – это редактирование, корректирование. Потом только проходит книга, технологический процесс. Например, я пришел. Очень богатый человек. Пришел, написал какую-то ерунду. Прихожу и говорю, вот, издайте мою книгу, я вам плачу, сколько попросите. Вы создаете редколлегию, и тогда начинает она мне советовать редколлегия. Я говорю, нет, давайте я заплачу каждому из них, чтобы они ушли отсюда. И издадим эту вот ерунду, которую я считаю гениальной. Вы как поступите в таком случае? Нет, это же имидж издательства. Поэтому редакционный совет состоит из опытных редакторов. Сразу добавить, что это высадки издательства, которые тесно связаны с государством. А большинство издательств, безусловно, тут же возьмут деньги и издадут любую часть. Извините, мы не государственные издательства. Я не очень сильно с вами согласна. Извините, что я вас перебиваю. На самом деле, при первоначальном отборе рукописи, когда рукопись приходит в издательство, изначально, если это издательство, которое, вы правы, не завязано на государственные деньги и на бюджет, который стабильно будет приносить какой-то определенный доход, то изначально первый вопрос, который издательство задает, это для кого написана эта книга, насколько хорошо написана эта книга и насколько хорошо эта книга соответствует... Ну, в данном случае, в нашем издательстве мы точно задаем себе этот вопрос. Насколько тот материал, который предоставлен, насколько он соответствует ценностям компании. И тут можно шляпу перед вами, конечно, снять, потому что... Ну, я вот то, что я сказал, и что, видимо, вызвало ваше негодование, что все-таки большинство наших издательств – главные деньги. Вот согласитесь. Если у человека есть издательство, то главные – главные деньги. А каким образом они получены? От проданных тиражей или за счет того, что пришел большой дяденька с большим портфелем, полный бумажек? Это, в общем, уже дело второе. Ну, я бы не сказала, что это какая-то особенность именно казахстанского рынка. Так есть абсолютно везде, и везде есть книги, которые издаются просто потому, что это хобби у человека, который написал, которому нечем было больше заняться. Я бы хотела возразить Борису по поводу того, что вы так в своей речи демонизируете деньги. Мне кажется, деньги и именно коммерческий подход к делу... Абсолютно не демонизирую. Я просто объективно говорю о них. Деньги – это прекрасная вещь. Да, вот мне кажется, как раз-таки коммерческий подход к делу улучшит работу наших издательств. У нас есть реплика из зала. Пожалуйста. Я абсолютно не согласна со всеми тремя дамами-спикерами, которые высказали свое мнение. И по поводу того, что издать книгу очень легко, и по поводу того, что участие в международных ярмарках дает определенные результаты. Поскольку я свидетель того, что происходит на этом рынке уже со стороны писательской. Да, я писатель. Я очень продуктивный писатель. Меня не знают в Казахстане, потому что меня издают в Германии, меня издают в России. Я, в принципе, этим удовлетворена, потому что здесь я обтоптала и стоптала очень много порогов издательств. Здесь нужно еще иметь, конечно же, деньги. И нужно обязательно попасть в госзаказ. Только тогда ты будешь действительно принят с распростертыми объятиями. И не важно, что ты пишешь, не важно, как ты пишешь. Главное, чтобы ты соответствовал каким-то там продуманным кем-то нормам. И более того, издательство в понимании этого слова, оно уже нивелировалось, как таковое для Казахстана. У нас, согласитесь, типографии. Куда приходишь, платишь, и тебе издают. Но продвижением никто заниматься твоим не будет. Книга, на мой взгляд, сейчас стала товаром. Товаром таким же, как и вот любые, как помидоры, как автомобили. Для того, чтобы она продавалась и выпускалась, нужен тираж. Для того, чтобы оправдать затраты издательства. Для того, чтобы выплатить достойный гонорар автору. А достойный автор тратит год-два на то, чтобы написать книгу. Это он целыми днями сидит, ну, обычно так, нигде не работает. Или работает где-то там, так, чтобы штаны не упали. Но для того, чтобы он написал достойную книгу и как-то, кстати, затраты своего труда были оправданы, он должен получить достойный гонорар. А как он получит этот достойный гонорар при таких малых тиражах? Тысячу, две тысячи, пять тысяч экземпляров. Можно вопрос в связи с вашим высказыванием, что у нас маленькое население. У нас маленькое население, то есть мало читающего населения? Да нет, мы читающего населения. Я понял. Читающее население во всем мире одинаково, я думаю. Что в русскоязычной, что в китайскоязычной, что в англоязычной среде. Ну нет, мне кажется, что у нас, помните, когда Советский Союз был, у нас была самая читающая в мире страна. И отголоски, в принципе, этого... Это миф, конечно. Самая читающая в мире страна, да, Советский Союз был 250 миллионов населения, поэтому тиражи книг выражались десятками тысяч экземпляров, если на 250 миллионов. Сейчас у нас 17 миллионов, ну 16 с чем-то, пополам это будет 8 миллионов. На 8 миллионов это очень маленькие тиражи, для того, чтобы оправдать эти все затраты. Тем не менее, книга Гарри Поттера принесла в Казахстане тоже очень неплохие барыши от Казахстана. Вот манги, те же самые пресловутые, приносят очень хорошие барыши. Причем это одноразовое чтиво, да, но стоит оно недешево. Это потому что... Может быть, дело в том, что наши писатели... Потому что англоязычной аудитории в мире 700 миллионов. Там легко издать любую. Любую книгу издать, найдется 100 тысяч дураков, которые купят. Любую ерунду напишут, всегда, которые не знают, о чем это. А у нас этот номер не пройдет. Поэтому всяческие трудности испытывают писатели. Да это отговорка просто, отговорка. Они должны писать шедевры, которые будут восприняты в мире. И только через Россию, через англоязычные страны, где эта книга может быть издана и получить популярность, она может вернуться в Казахстан и быть здесь напечатана, опубликована и может привлечь внимание читателей. А может быть, дело все в таланте. Вот посмотрите, тот же самый Чебурашка, которого не пиарили в Японии, но он стал практически национальным героем у японских детей. Потому что талантливое произведение. Казахи и русские, которые живут в Казахстане, ничем не отличаются от остального населения в мире. От англичан, от французов, немцев. Количество среднестатистически талантливых писателей, публицистов, авторов на единицу населения или на миллион, оно одинаково по всему миру. Это, кстати, это статистика, это вообще, ну, я не знаю, биология может быть. Поэтому тут совершенно дело не в этом, не в отсутствии талантливых авторов, а в том, что книга в Казахстане продается очень-очень плохо, потому что мало населения. Вот это и есть. И что бы мы здесь ни сидели, ни говорили, эта проблема никак не решится. Друзья мои, давайте поднимем демографическую ситуацию, вообще улучшим в стране, чтобы облегчить жизнь нам, писателям и издательствам. Продолжаем разговор. Какие книги сегодня пускаются в Казахстане? Обсудим эту тему с нашими следующими гостями. В студии писатель, организатор фестиваля Китап-фест, Лектур Кисиков и поэт Хаким Улибеков. Давайте посмотрим сюжет о Китап-фесте и о книгах наших издательств, которые были представлены в рамках этого фестиваля. В Казахстане на сегодняшний день существуют десятки издательств. Хотя издательская деятельность по признанию экспертов и самих издателей долгие годы находится в кризисе, тем не менее в стране ежегодно издаются сотни новых книг. Читатели у них есть, ведь несмотря на интернет-технологии и дороговизну книжной продукции, количество покупателей в книжных магазинах не уменьшается. Прошедший в начале сентября в Алматы второй по счету книжный фестиваль Китап-фест яркое тому подтверждение. На фестивале была представлена продукция десяти книжных издательств. В основном это книги документальных жанров, учебники, словари, справочная и энциклопедическая литература. Художественной литературы в стране издается не так много, а наши издательства не спешат поддерживать казахстанских писателей и поэтов, ведь их книги пока не могут конкурировать с мировыми бестселлерами ни по тиражам, ни по цене, ни по степени известности авторов. Существует такое понятие, о котором я уже сказал выше, издательский цикл. Его условно можно разделить на четыре этапа. Первый этап – создание произведения и оформление договора с автором. Второй – подготовка произведения к изданию. Третий – полиграфическое исполнение. И четвертый – реклама и распространение тиража. Работают ли наши издательства в соответствии с этим циклом? Вопрос бегну к вам, как к писателю и организатору фестиваля «Катапфест». Спасибо большое. Вы знаете, здесь очень интересная дискуссия развернулась. И получается, что кто-то где-то виноват. Я привык именно к этому вопросу, подходить к тому, что здесь нету чьей-то конкретной вины, потому что везде выставляется, что наши типографии, наши издательства не поддерживают наших казахстанских писателей. Ну а как они могут поддерживать? Потому что у нас, как Макет сказал, действительно у нас нету рынка самого. То есть, если говорить о рынке, то, естественно, нам трудно. Я не согласен с тем, что нам трудно легко издавать. Действительно, нам трудно. Как человек, написавший пять книг, я могу сказать, что сам цикл с точки зрения технологии, конечно, не совсем труден. Да, создал, написал. Действительно, как, опять же, согласен с Маратом, что действительно очень много времени уходит на то, чтобы создать и сделать этот креатив. Ну, обернуть в обложку и тому подобное тоже не так трудно. Но мы сталкиваемся с тем, что у нас нет вот этой коммуникации с аудиторией. Где она, аудитория? Поэтому, когда я создавал этот книжный фестиваль, одной из этих целей было, чтобы казахстанский писатель и казахстанский читатель нашел друг друга. Ведь мы видим сегодня полки наших магазинов, где заполнены иностранные литературы. Поэтому этот момент тоже для меня актуален, злободневен и действительно больно смотреть на эти вещи. Мне кажется, одна из причин такой вялости книжного рынка нашего, это еще отсутствие вообще общественного диалога как такового, будь то политический или культурный. У нас очень мало, очень слабо, мне кажется. Диалог между кем и кем вы имеете в виду? Диалог вообще, критическое мышление людей, способность поднимать какие-то вопросы, не соглашаться, спорить, менять свои мнения. Она располагает к такому диалогу? Располагает. Давайте будем спорить активно. Здесь, конечно, очень много абстракций, когда мы говорим о диалоге. На самом деле, мне кажется, сегодня мы готовы к конкретным шагам. То есть в рамках своего фестиваля, в рамках вашего передачи мы уже создаем какую-то программу, чтобы действительно наших казахстанских авторов поддержать. В частности, в этом году будут уже творческие вечера, где мы будем раскрывать имена, которые неизвестны нашим казахстанским читателям. Потому что, проводя фестиваль, я понял одно. Наши казахстанцы хотят наших читать. Поверьте, им не нужен Гарри Поттер. Вот, в частности, книга Лили Калаус, Бату, да, про детская книжка. Его в прошлом году раскупали просто так. Там Гарри Поттер рядом не стоял, поверьте мне. Поэтому, поверьте, это очень интересно. У нас есть интерес к нашим писателям. Давайте их продвигать совместно. Спасибо. Вопрос, кстати, то, что касается рекламы, пиара, менеджмента. Вот у меня вопрос, Хаким, к вам. Как ваши стихи, ваши известные стихи стали... Как вы их издавали? То есть, какими инструментами рекламы вы пользовались? Как вы их пиарили? Как вы их популяризировали? Вы знаете, первый сборник меня просто заставили сделать. Мой друг, он бизнесмен, он мне сказал, ты трусости не издашься. Дал деньги, я издался. И сразу же наткнулся на массу ошибок. Вот просто и редакторских, и типографских. И сделали просто... Вместо книги мне сделали общую тетрадь. Ее, в общем-то, действительно в руках было неприятно держать. Лишь бы только вот... Ну, ладно. Вторая книга, я уже старался тщательнее вычитать все. И все равно полезли ошибки. Мало того, сейчас нет этой книги, потому что она вся рассыпается. Ну, тогда было такое издательство. Ну, я все делал как бы за деньги спонсоров. Ну, и пытался устраивать творческие вечера. Меня часто видели на телевидении. Ну, в конечном итоге получилось стихотворение. Лет 25 назад не знал вкус поэтического хлеба, как горестен парад невыкупленных книг. Я хочу вернуться к известным пиар-инструментам, которые были разработаны уже и апробированы десятилетиями. Но это не только реклама в интернете, не только перетяжки через улицы, про которые я говорил, билборды. Это различного рода инсталляции, это различного рода шоу, которые закатывают в честь выпуска новой книги. Почему у нас ничего подобного не происходит в Казахстане? Скажите, почему... Вот все же уже принесли на тарелочки, да, вот эти инструменты, при помощи которых можно рекламировать произведения. Почему у нас не происходит ничего? Такой тираж, всего тысячи книг выпускаются, и за эти денег нету, денег нету, элементарно. Я немножко не согласна с тем, что у нас нет такого. Ваш вопрос уже универсально ответил, правильно сказал, что, в принципе, при нашем небольшом, мы такая маленькая часть мирового книжного рынка, что у нас закатывать такие шоу разорительно, а, скорее всего, никогда эти деньги не вернутся. Ну, будем реалистами. Мне очень не нравится сейчас, что мы идем как... Кстати, 15-й год России объявлен годом литературы. Хоть одна казахстанская книга представлена Россией от нас? Хоть одна. Министерство культуры. Да, вопрос, интересно, да. Хоть одна книга представлена казахстанской культуры. Чем она занимается? Не знаю. Но не только Министерство культуры. А чем занимается издательство? Почему не представляются даже эти же... Борис, вы сказали, да, что нет, элементарно нет денег, да, вы сказали, да, но я же не говорю, хорошо, вы говорите о глобальных шоу и так далее, световых, миоперотехнических эффектах, хотя бы попробовать около одного книжного магазина какую-то инсталляцию сделать, да, фантазии же у писателя хорошие, набрать бесплатных пустых бутылок, да, что-нибудь соорудить. Ну, это я вот просто, что у меня сеть поток сознания, да. Это будет книга о трезвости, о, видимо, да, о том, что мы используем очень много пластиковых бутылок. Ну, что сказать со всем? Дело в том, что вот психология наших писателей, вот она немного отличается от западных и от той же российской. Вот у нас творческие люди более, как бы, скромные, они погружены в себя, вот, философские. Да, да. Или много понтов просто, да, что для меня из пустых бутылок инсталляцию моя книга и пустые бутылки, да, да, не что. Я хотел бы сказать о настоящих писателях. Они, если мы берем, например, литературу мировую, где Мураками, тот же Куэлли, которые не стесняются в инструментах и на каждом шагу пиарят свои книги, то наши писатели, они написали, и как будто под стол, да, как будто в стол пишут. И испугались, да? Да, да, и как будто испугались. Вот есть такой момент, я вот этот... Ой, что это я написал, да? Зачем мне это сделать? Ну, они очень сакрально относятся к творчеству. Почему говорить от имени писателя? Спросите нас, а. Я говорю о тех писателях, которых я знаю. Никто не прячет никуда. Почему нашим издательствам и типографиям не начать хотя бы маленькую толику использовать того, что используют, вот, в коммерцию вкладываются, в эти рекламные различные компании? Пиво, водки, воды, мороженое, одежда. В чем дело? Пожалуйста, да. Сейчас, секундочку, да. Как я понял, главной нашей проблемой является наша аудитория. То, что в Казахстане мало людей. Наверное, лучшим вариантом будет целиться на мировую аудиторию, нежели чисто на Казахстан. Я имею в виду, мне кажется, лучше больше писать про то, что любят читать в основном люди. Например, про любовь или фантастику, детективы. Тот же самый Гарри Поттер. Сколько лет назад он вышел? И он по сей день, читаем. Может, тиражи уменьшились, поскольку уже все знают про мальчика, которому пришло сообщение с Хогвартсом. Можно я вам отвечу вот на то, что вы сказали? Тут надо все-таки понимать эту простую вещь. То есть существует колоссальная англоязычная аудитория, которая за века существования внутри себя выработала отлаженный и очень эффективный механизм производства книг, издания книг, распространения и чтения. И попасть туда с нашими темами, не будучи англичанином, не будучи Джоан Роулинг, невозможно. Я не о качестве говорю ее книг. А как же Достоевский и как же Толстой, которые не англичане абсолютно... А Достоевский и Толстой никогда не издавались тиражами, сравнимыми с Роулинг и Поттер. Это раз. Во-вторых, они писали свои произведения в те времена, когда читатель был более-менее образованный. В наше время Толстой и Достоевский издаются для школ, для программ, для библиотек. Вот здесь сидят много прекрасных молодых людей. Я абсолютно уверен, что всерьез ни один из них не читали ни Толстого, ни ЦСК. Увы, зато все читали. Пока еще. Гарри Поттера. Возможно, пока еще. Потому что мы молодые и нам больше хочется мечтать. А читая книгу про Гарри Поттера мы можем мечтать. Например, я в детстве хотел, чтобы мне пришло сообщение. Достоевский мечту. А Достоевский мечту убивает. Да, я понимаю. Это классика. Достоевский, Толстой. Там, ну, там больше идет про народ. А мы хотим мечтать. Когда-нибудь я все-таки сяду и прочитаю Достоевского. Вы задаете вопросы, ни на один из них не получен ответ. Вот в вашем сюжете идет вопрос. Какую казахстанскую литературу люди читают? Все выходят, мы чат. Мы не знаем, мы не знаем. Я вам отвечу. Потому что я проводила такой вопрос. Давайте, расставьте все точки над ней, пожалуйста. Я думаю, издателям это интересно и поэтам. К тому, что читают в основном учебную, учебно-методическую литературу. Причем написана она казахстанскими авторами. Студенты, можете подтвердить, да? Как на казахском языке, так на русском языке. Читают также классиков наших по-прежнему. Улжаса Сулейменова, Есин Берлина, Мухтара Шаханова, Абишеки Кельбаева, Ануара Алимжанова. Но я могу перечислять. Это целая гвардия, да? Плеяда людей, которые основали фундамент той самой казахстанской литературы. И, конечно, читают казахстанскую поэзию. Читают Хакима Булебекова. Читают Светлану Назарову. Я не знаю, читают и Лилю Калаус. Читают и Бориса Статничука. Поэтому, конечно, мне обидно, что вот эти имена не звучат. Айгерим Тажи, Николай Веревочкин, Макс Величко, Марат Есенов. То есть можно продолжать и продолжать. Все люди действительно вносят свой вклад в развитие литературы. Писатель пишет то, что из него, грубо говоря, выписывается. А что он там внутри перед этим заложил? Достоевского, Мураками. Да хоть там, знаете, любой сон, как говорила Анна Ахматова. Но ведь не все так работают. Стоит ли подстраиваться под нынешнего читателя, который, в общем-то, не очень грамотный? Писатель хороший, настоящий, вот как мы с вами являемся какими, он должен подстраиваться только под своего внутреннего демона. Нынешний писатель, он не совсем классик современный. Он мешает стиле, он уже по-другому мыслит, естественно. А под классиков, классика все равно влияет и двигает всеми нами. Давайте не будем ударяться в снобизм и говорить, что писатели лучше, чем читатели. Читатели должны учиться его понимать. Писатель должен чувствовать веяние аудитории и рассказывать свое мнение. Вот кому должен? Писатель никому не должен. Он никому ничего не должен. Только себе. Своему таланту, если он есть. Если же он хочет заработать, вот тогда он должен. Но тут уже другой вопрос. Писатель ли он в этом случае? И так далее. Да, наверное, есть писатели, среди тех, кто думает только о деньгах. Но это уже их проблемы. Мы давайте не будем сильно путать две разные темы разговора. О настоящей литературе и о успешном книгоиздании. Это разные вещи. Одни согласны все творить в компост, другие мир менять себе и странно. Браво. А я хочу еще в завершение к вашему тезису процитировать Пушкина. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой. Единого прекрасного жрецов. Это говорится о настоящих писателях, настоящих поэтах, настоящих художниках. Престиж любого государства напрямую зависит от состояния его культуры. Наверное, выпустить хорошую книгу трудно в любых условиях и в любом уголке мира. Но сам издательский процесс должен быть быстрым и отлаженным. Автор же пусть заводится только о творческой стороне дела. Те, кто считает, что казахстанские издательства работают вполне удовлетворительно, и издать книгу у нас легко, пусть перейдут на правую сторону. Те, кто полагают, что в работе издательства надо что-то менять, и нашим авторам нужна реальная помощь, пусть займут место за правым бортом. В издательской деятельности надо что-то менять. Общество не должно закрывать глаза на издательские проблемы. Может быть, тогда наших писателей наконец-то начнут узнавать на улицах. Программу вы можете посмотреть на сайте нашего телеканала www.bmtv.kz В продолжении разговора о книгоиздании на страничке нашего ток-шоу «Золотая середина» в социальной сети Facebook. До скорой встречи, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ